В Тверской области с 1 июля подорожали все коммунальные услуги, в том числе и плата за отопление. Для жителей областной столицы тариф на тепло вырос на 13,5%. В денежном эквиваленте он составил 1444 рубля 70 копеек за гигакалорию. После планового повышения теплоснабжающие организации обратились к депутатам городской думы с просьбой вновь повысить тариф. Думцы с доводами Тверской генерации и МУП Сахарова согласились и в середине ноября выступили с инициативой ходатайствовать перед губернатором о повышении. Просто сейчас нет выхода и, как это не популярно говорить, но дождались до 2018-2018 года, там было бы такое повышение тарифов, что мама не горю, как говорят. Областная власть ходатайство удовлетворила, после чего повышение утвердила региональная энергетическая комиссия. Таким образом, новый тариф на оплату тепловой энергии начинает действовать уже с 1 декабря 2015 года. РЭК 30 ноября принял приказ о повышении тарифов на услугу теплоснабжения до уровня прочих потребителей 1615 рублей за 1 гигакалорию. В предыдущие периоды население не оплачивало стопроцентный тариф. Если ранее тверетяне платили около 90% от экономически обоснованного тарифа, а недостающая сумма компенсировалась из региональной казны, то теперь эта финансовая нагрузка ляжет на плечи горожан. Поддержка с областного бюджета, в частности, она в какой-то степени компенсировала ту некачественную поставку. И хотя бы чисто психологически мы могли понять, что да, нас власть поддерживает, что когда будет качество, то они на нас переложат, допустим, вот это стопроцентное. Принимая решение об увеличении тарифа на тепло, думское большинство аргументировало свою позицию тем, что в городе улучшится качество оказываемых услуг. Однако некоторые депутаты сомневаются в этом. Во-первых, Тверская генерация и МУП Сахарова находятся на грани банкротства имени долги. Во-вторых, у тепловиков не согласована инвестиционная программа по реконструкции теплосетевого хозяйства. Раз нет программы, значит, не за что спросить. Поэтому все полученные средства они будут использовать так, как им захочется, а это в первую очередь погашение долгов. Выигрышей остается и региональная казна. С повышением тарифов областной бюджет сэкономит примерно 350 миллионов рублей. Именно в такую сумму оцениваются выпадающие доходы. Для региона, по мнению некоторых депутатов, это не такие большие деньги, а для горожан очередная прибавка будет даже очень заметна. Топят плохо, топят. И не могут, главное, что отремонтировать. Вот что самое главное, что они или не хотят. Пенсионерам это просто нереально. Я вот живу одна и в конце концов все больше и больше, а ведь не улучшается ничего. Екатерина Карпова, Юлия Личева, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.